Пора выйти из зоны комфорта, наверное, попробовать что-то новое, попробовать свои силы. Ну и, конечно, победа – это не главное, но, конечно, очень хочется победить. И для того, чтобы на большом мероприятии выступить на высоком уровне, за помощью минчанин Антон Шелек обратился к руководителю Брестской студии Сахарени Анастасии Колупанович. Антон – единственный представитель Беларуси на чемпионате Европы по кондитерскому мастерству, а Анастасия стала его тренером. Главный титул «Лучший кондитер года» добыть будет непросто. Ряд вкусных и творческих испытаний еще предстоит. Мы проходим регистрацию, готовим три торта. Это презентация наших начинок. Нас будут следить еще не только по внешним параметрам, но и вкусовым. И во второй день мы будем готовить муляжный тоже торт, но который должен быть совместим с нашей первой работой. То есть художественную составляющую торта, правильно? Да, именно художественную составляющую для того, чтобы гармонично смотрелось. И первая работа, которая большая, и вот эта работа, которую мы должны изготовить за время 6-8 часов. Нас выбрали в команде. Мы будем выступать за Беларусь, защищать Беларусь. В команде два человека, я и Антон. Я выступаю как судья-тренер от нашей школы. То есть от школы Сахарени все происходит. Мы едем туда, везем работу одну, которая будет выставляться. И уже на месте 8 часов будем в первый день готовить торты. Вот Антон будет готовить. Я буду за всем этим наблюдать, смотреть, оценивать других участников, смотреть, чтобы там было все по правилам. И все эти потом торты буду дегустировать. И на следующий день, уже на второй день участия, Антон будет лепить, доказывать свое художественное мастерство, что торт этот слеплен был его ручками, что все это мы умеем делать, и что это при всех зрителях будет готовиться. Сегодня команда оттачивает последние штрихи, готовит эскизы блюд. Встречают ведь, как известно, по одежке. И внешний вид торта здесь будет оцениваться не меньше вкусовых качеств. Это вызов себе, в первую очередь. Смогу ли, так ли получится, как было в голове, вообще получится ли вместе это все сделать, провернуть. То есть одинаково ли мы это видим, в одном ли направлении смотрим. И как это в итоге получится, это такой очень большой опыт. Совсем скоро Бориско-Минский тандем поедет покорять европейские просторы. В Польше наших кондитеров ждут уже в конце февраля. А тем временем юные кулинары продолжают работать. Весной им также будет предоставлена возможность побороться за престижные международные награды. И то, что в этом деле они преуспеют, сомневаться не приходится.